Доброе утро, страна Тео и Ольга Рыжкова сегодня вместе с вами, ну а вместе с нами, ой, как мы рады, снова увидели ее, замечательного стилиста, и просто большую подругу нашей программы Валя Казак взглянулась сегодня в нашу студию вместе со своим помощником, красавцем, моделью Кириллом. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Привет, Валя, во-первых, сразу вот со старта говорю огромное спасибо, что сегодня мы поговорим о мужской моде. Дождались. Дождались таки, да, наконец-то поговорим о мужской осенней моде, а именно о том, какой правильный костюм выбрать для этой осени, каким он должен быть, какой должен быть принт. Вот вы можете посмотреть на моем чудесном помощнике Кирилле, что мы выбрали комбинированный вариант, это костюм тройка, брюки и жилетка в клетку, а пиджак у нас однотонный, но сама ткань, она идеально дополняет друг друга, и такое сочетание, смотрите, намного интереснее, эффектнее, когда вот вы миксуете в одном комплекте несколько фактур, несколько таких тканей разных. Но все равно в одном оттенке, да? Да, все. То есть если это синий, то это не могла бы быть, например, коричневая жилетка с коричневой клеткой. В принципе, мы можем добавлять какие-то акценты, но вот я сегодня хочу только показать именно вариант, когда мы выбираем такие дополняемые друг друга ткани. В таком комплекте, конечно, мог бы присутствовать и классический пиджак в клетку, то есть мы спокойно можем менять, можем комбинировать, то есть вы можете докупать вещи и дополнять их. То есть таким образом у вас получится много вариантов. Ну и, конечно же, мы можем снять пиджак и оставить одну жилетку, брюки, то есть это очень тоже актуально, смотрится современно, молодежно, и так можно идти на различные мероприятия, тусовки. А как быть с обувью? Конечно же, когда мы говорим о мужском костюме, мы подразумеваем, что обувь у нас тоже должна быть классическая. И такой немаловажный вариант, которого многие боятся, которые многие, не знаю, стесняются, мужчины, это обувь коричневого цвета к синему костюму. Так вот, я хочу сказать, что не стоит этого бояться, стоит выбирать именно такой вариант, это будет смотреться очень стильно, актуально. Вот, например, сегодня костюмы мы выбрали броги очень стильные с перфорацией. Также можно адаптировать вариант, вот, например, такие лоферы очень красивые, симпатичные, то есть это уже такой осенний вариант лоферов. Валя, еще один очень актуальный вопрос, вот то, чего не боятся делать мужчины, а стоило бы, и нужно об этом знать, как бы с носками? С носками, да. Свет к галстуку, к обуви, к чему? Ну, смотрите, сейчас у нас такая тенденция, что даже с лоферами можно носить носки, но это должен быть, конечно, интересный вариант, например, носки в горох. Но не нужно здесь перегибать, конечно, если у нас на костюме присутствует клетка, то уже носки в горох будут немного перебором, поэтому, к примеру, сюда можно выбрать более классический вариант, но это может быть цветной вариант, например, темно-синие носки. Вот, ну и, конечно... А если носки нет? Носки, конечно, вот если мы говорим о лоферах, то носки здесь могут и не присутствовать. Ну, есть такие, есть низкие носки, вот которые, да. Да, ну, конечно, мы уже об этом говорили неоднократно в рубрике, что... Не будет поддуваться. Для людей, которые... В общем-то, какая теплая нынче. Да, конечно, есть специальные носки, которые просто не видны, то есть мужчины можете не волноваться, босиком вас ходить никто не заставляет. Или вот, например, еще такой вариант обуви, как монки, да, тоже такая очень интересная стильная обувь, многие тоже ее опасаются, но не стоит бояться. Вот такой более вариант, более понятный, темно-коричневого цвета, рекомендую. Но к черному вот он же уже нет, да, потому что... К черному, да. Ну, вообще, выбирайте костюмы для осени в коричневой гамме, в темно-синий, серые оттенки. Это будет смотреться намного свежее, выигрышнее, будет подчеркивать мужскую внешность намного лучше, чем привычный, понятный черный цвет. Наверное, так. Ой, спасибо, столько красоты. Спасибо, ребята. Ну, а сколько галстуков, божечки. Галстуки в следующий раз. Сегодня к нам заглянула Валентина Казак и ее помощник Кирилл. Сегодня мы разобрались, как же быть всем белорусским мужчинам, не просто самыми лучшими на Земле, но еще и очень-очень стильными. Валентина Казак и ее помощник Кирилл.